Сегодня американский лоурайд набирает все больше популярность в России. Его действительно можно считать одним из самых интересных направлений в 2023 году. Но знаете ли вы, откуда на самом деле появилась эта культура? Что является главными атрибутами, кто стоял у истоков и кто считается одним из самых узнаваемых лоурайдеров в России? Вы на канале Саойскин, меня зовут Гриша. Погнали! Я не буду вам врать и скажу честно, я не был в то время и в том месте, когда создавалась эта культура. Так бывает! Поэтому я взял информацию из открытых источников, тщательно ее изучил и сейчас все расскажу вам своим языком. В 40-х годах латиноамериканская молодежь начала бросать свои тачки в пол и спокойно, медленно рассекать по улицам своего городка. Постепенно это становилось популярно и разрасталось по всей Америке. И это не очень нравилось копам и они начали вводить штрафы за такую езду. Участники этого движения, мягко говоря, были не в восторге и выкрутились из ситуации, придумав гидравлическую подвеску, которая позволяла за короткое время поднимать свою машину до стандартного клиренса и тем самым избежать штрафов. При этом гидравлическая подвеска была настолько мощная, что при ее использовании машина поднималась вверх и начинала подпрыгивать. Это вызывало целую бурю эмоций и в дальнейшем появились соревнования по прыжкам в высоту. Особыми атрибутами этой движухи, как ни странно, является сама машина. Вторым по значимости атрибутом была гидроподвеска. Следом кузов красится и наносится различные узоры ручной работы, которые подчеркивают изгибы и длину машины. Салон делали либо бархатным, либо велюровым. Потом идут колеса. Они, как правило, должны быть маленького размера и спицевыми. Идеальный же вариант, который стал символом лоурайдинга, это диски Dayton. Ну и, конечно, они любят хром и золото, поэтому наносят его везде. И на подвеску, и на двигатель, и на салон, и на кузов. Просто повсюду его наносят. Реально. Реально, я тебе отвечаю, пацаны. Надеюсь, вы поняли основную суть этой культуры. И теперь давайте поговорим о том, как все это появилось у нас. Вот лично ты помнишь, где впервые увидел лоурайдер? Может быть, ты увидел его в кино? Или услышал в какой-то популярной песне или клипе? А может, увидел в программе «Тачка на прокачку»? Боже, какая шутка! Напиши в комментариях, мне будет интересно почитать. Лично я впервые познакомился с этими машинами, сидя дома, играя в GTA San Andreas. Там была миссия, где нужно было взять тот самый лоурайдер, поехать на соревнования и победить в них. И все бы ничего, но, блядь, пройти этот уровень удавалось далеко не с первого раза. Я нажимаю ровно, блядь. Что надо-то? В смысле неправильно? В смысле пропустил-то я не понимаю? В смысле пропустил, блядь? Конечно, это оставило след в моей памяти. Но тогда я не придал этому особого значения. Только потом я начал замечать эти машины в фильмах, в клипах. А с развитием соцсетей ВКонтакте залипал на видосики с различными фейлами, прыжками этих машин. Кстати, некоторые из них я закинул себе в телеграм-канал, обязательно посмотри. Так к чему же я все это веду? А к тому, что я был не единственным, кто стал замечать эти машины. И люди постарше начали строить такие проекты только уже на российский лад. Это движение начало набирать популярность примерно в 2012 году. Самой подходящей машиной была Волга. По размерам она похожа на те самые американские тачки. Ну и куда же без наших любимых Жигулей? Как говорится, им тоже досталось. И тут я сразу сходу хочу сказать, что строить такие машины в России далеко не самое дешевое удовольствие. По сравнению с той же боевой классикой, про которую я записывал видео. Там просто купил тачку и ты, грубо говоря, уже в теме. Здесь же нужно потратить большое количество денег на покраску автомобиля, его роспись. Еще больше придется потратить на гидроподвеску и ее установку. Многие в качестве экономии ставят пневмоподвеску. Но это тоже не самый простой вариант. Да и сами Волги на самом деле стали стоить намного дороже. Я вот вчера заходил на Авито и немножко так офигел, мягко говоря, от цен. Сейчас, наверное, самым популярным сообществом лоурайдеров является бояре. Именно они и стояли у истоков. А вот если на ютубе вбить русский лоурайдер, то почти каждый второй видос будет от Хэнсона. Это, к слову, персонаж, от которого я и узнал, что движение продвигается. Чего, блять? Как он сам говорит, он начал набирать популярность как раз таки за счет постройки лоурайдера из Волги. И за один видос на него подписалось 15 тысяч человек. Неплохо, не правда ли? Полтора миллиона рублей вложено в его машину. И я думаю, что это еще не предел. Все это делается и строится, по сути, для того же самыми, что и в Америке. Это круизить по дорогам своего города, собирать целую кучу внимания и кайфовать самому. И тут встает вопрос, а есть ли будущее у лоурайдеров в России? Лично я думаю, что, скорее всего, навряд ли это пойдет куда-то в массы. И вот почему. Первое, это мало подходящих машин. Потому что в СССР был достаточно скудный автопром. Ну, я имею в виду в плане длинных машин. Второе, и, наверное, самое весомое, это слишком высокий порог входа в эту культуру. Так как Волгу купить сейчас в хорошем состоянии можно только от 200 тысяч рублей. Третье, это сложность самой постройки. К сервису, которая занимается подобными вещами, можно пересчитать по пальцам одной руки фрезеровщика. Неплохо, да, пошутил? Четвертое, это, конечно же, сами запчасти. Потому что гидравлику и диски нужно где-то найти. Или вообще откуда-то заказывать. Конечно, геморрой. Поэтому даже наличие денег не дает гарантию, что вы сможете собрать тот самый лоурайдер. А если вам все-таки удастся, то это даст вам тону эмоций. Жду в комментариях ваше мнение. С вами был Савойским. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok